Итак, начинаем сеанс, не сеанс, а в наш тренинг. Welcome to our massage, osteopist, терапист, тренинг. Значит, смотрите, вот основные принципы в работе, да, мануального терапевта, это прежде всего, вот мы сейчас это все уже обсудили, да, не зазнаваться. Вот мы говорим, там, плечо не поднимается, да, там, периартрит, или вот это вот мышца, ой, аккармельный сустав не дает, да. Какие методы используют? Вот один говорит, это идет иннервация пятого-четвертого позвонка, да, вот туда ударить. Другой говорит, это остеофиты там на ребра, да, которые тянут мышцы, которые пережимают нервы, значит, надо там с остеофитами поработать. Опять же, вот, каких специалистов не спросите, у всех разное мнение. Остеофитами, они говорят, вообще не стоит ничего делать, не работать, не дай бог сломаешь. Другие говорят, надо их ломать, и они там потом отпадут и рассосутся, по крайней мере, не будут травмировать, колоть мышцу, да, иначе она сворачивается. Третий скажет, надо вот так поднять руку и щелкнуть просто. Четвертый скажет, надо хиджаму сюда поставить, да, способов много, но я вас молю, не зазнавайтесь. Какой-то способ у вас подействовать на раз, это не значит, что во все остальные разы именно он будет срабатывать. Да, бывают случаи очень частые, когда мы помогаем человеку с первого раза, там, раз, там, чуть-чуть нажали, там, все встало, все хорошо, да. Но случаи бывают очень разные. Ну, например, ну, то есть, не обнадеживайте ни себя, ни человека, да, это ваша техника безопасности. Иначе вы ему что-то скажете, он у вас поверит, а потом все, наоборот, нарушится, он на вас, не дай бог, еще и в суд подаст, да. Или промолчит, но будет дальше там слух пускать, да, про вас, да. Это как вот у актеров, знаете, когда они говорят, я выхожу на сцену уже 20 лет, да, и каждый раз я боюсь выходить на сцену, да, потому что там, а дальше перед зрителем. Так же и тут, мы, хотя я себя и назвали мастером, да, но организм бывает настолько перекручен, настолько там бывает сложно все, что бывает обратная реакция. Вы в итоге ищите, ищите, какой способ поможет, да, крутите, крутите, может быть, там, на пятый раз, может быть, там, на двадцатый раз, раз, и у вас сработало. Например, кости таза, когда они поворачиваются, да, то нога может укоротиться, либо удлиниться. Но, опять же, вопрос, вот вы диагностику провели человека, увидели, одна нога длиннее другой, да, так это потому, что она стала длиннее, или потому, что другая стала короче, вот вопрос. Потом, когда таз пошел вперед на флексию, она, по идее, должна удлиниться, а у этого человека она, наоборот, укоротилась. И, наоборот, когда прошла на экстензию, нога укоротится должна или удлиниться. Тоже уже сложно, потому что мышцы, с одной стороны, здесь перетянут, а тут наоборот растянут, либо в этом положении, там, какие мышцы тянут куда-сюда, какие там антагонисты друг к другу срабатывают или не срабатывают, это вопрос нашего исследования. То есть, мы берем человека и исследуем, да, там проверили, там проверили, тут покрутили, перевернули с другой стороны. Поэтому нету такого однозначного способа, вот, у меня девушка одна занималась, молодая, вот буквально в прошлом потоке, она все время, а давай вот так хрустим, а скажи мне такой способ, чтобы шея сразу вылечилась. Нету таких способов, понимаете. Кому-то, да, один раз крутанули шею, и там все потом сразу прощелкали, человек, а, кайф поймал, да. Но это у здорового человека. У больного человека, у кого там и зажатости, и миозиты, и остеофиты, там все гораздо сложнее. Это первое. Второе, вот с кем работать. Ну, то есть, давайте так. Первое, не рассчитывайте всегда на 100%, даже за один сеанс. Даже, прям, так и навешу. Не делайте. На 100%. Не потому, что вы не уверены, да, и не потому, что вы хотите, чтобы вам пришлось в следующий раз и денежку вы приносите за следующий сеанс, да. А потому, что, ну, мало ли что будет. Делайте, ну, такой принцип, делайте всегда процентов на 70. Потому, что, может быть, он не разогрет. Может, у вас времени не хватило, да. Может быть, вы не очень внимательно к нему подошли. Такая ошибка бывает. Ну, даже не ошибка, вы знаете, бывают такие мануалисты, которые вот на поток работают, там, в коридоре человек 20 сидит. И ему по 5 минут, там, по 7 минут на каждого человека. Он его хрест-хрест-хрест, вот так положил, так всем одинаково делает, да. И отпускает. Ну, да, 50% кому-то вам поможет. А 50% наоборот, может даже и навредить, да. Будут жаловаться. Не буду фамилии говорить таких специалистов. Есть такие, да. В общем, если не идет в данный момент шея, вот мы там растянули, растянули, да. Но она не хрустит. Значит, мышцы не дотянули, да. Значит, не разогрели, значит, не расслабили, да. Надо еще раз расслабить. А, например, время уже вышло, да. И там, или человек, увидите, он психологически не готов, вы ему делаете, он зажимается, да, вот так вот. Все, не делайте. Вот этот, но мы прекращаем, да. Не доделываем, то есть не на 100%. Потом, основная наша работа заключается, ну, смотрите, как. Чем моложе человек, тем проще. У детей, там, допустим, там, до подросткового, до юношества, там, да, до 18 лет, до 20 лет. У кого-то может быть сюда трясти, бывает, и так, еще в 30 лет ребенок. У них в составе все вот так подвизно, да, как на шарнирах. Им можно вообще на холодную делать. Да, вот человек, он подходит, вы видите, ему там, вот, рукашивается, да, а, вот, здесь такой, болтается, да, ему прям, 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 даже не ложа на стол, прям стоя, хряст, 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 чик-чик, починили, все, пошел. Но, чем старше человек, тем он больше, так скажем, закоксован, закомплексован, да, то есть годам ближе к 60, вы уже и хруста можете не услышать. То есть, тут даже достаточно растянуть, достаточно декомпрессию сделать, да, мобилизацию, и уже, вот, без всяких этих щелчков, уже нормально. Поэтому, чем старше человек, тем, как бы, меньше старайтесь, вот, как бы, ну, прям, вот, хруст, да, то есть, хруст не есть самоцель. Есть самоцель. Даже если вы там, что-то там потянули, наверное, хрустно, оно уже потянулось уже хорошо. Уже какие-то связки там растянулись, распрямились, фасции. Так, дальше. Делаем всегда с фиксацией. Всегда жесткая фиксация. То есть, если у нас есть стол, да, мы передавливаем стол, и тут, с которым мы работаем, допустим, мы его там придавили, а с правым плечом работает, право подвижное, да. У массажистов, ой, у мануалистов, так скажем, да, у них столы обычно не специально. Во-первых, они жесткие, сами по всей поверхности, да, во-вторых, ножки прямые, ни в коем случае не скользят по полу. Вот тут на ковре стоит, да, это немножко плохо, потому что ковер может скользить, да. Тогда придерживаем стол. Либо коленкой там, да, либо бедром там, ножку вот придерживаем, да. А у них столы, в принципе, такие, что там специальные ремни есть, да, пристегнут человека. Там есть штырьки, которые там держат таз, например, с человека, да, ну, или там плечо, там, придерживаем штырьками. Если сидя на стуле, например, работают, да, там есть ремни такие, которые по диагонали привязывают человека, да, чтобы, если работать с шеей, корпус не двигался. Ну, мы будем применять коленом, придерживать его, да, ну, разный способ этого вы видите в работе. То есть, с той зоны, на которой не работаем, ее жестко фиксируем. Чтобы, не дай бог, там, ну, пробокарь, чтобы, не дай бог, в другой месте не съехал, да. Так, без сквозняков. Сквозняки – это самый большой вред. Если вы все человеку поставили, а еще и мышцы разогрели, да, а он буквально от вас вышел в коридорчик, и там источники надуло, все, некоторым людям хватает несколько секунд, там, пшш, еще больше спазм будет. Он будет на вас жаловаться, да, что это вы ему навредили, он же не понимает, что случилось, да. Поэтому предупреждайте, что шею, особенно шею, да, всегда воротники, шарфы, форточки в машине закрываем. А вообще лучше человеку минут сорок, может, и час посидеть в тепле, попить чайку, ну, если в баню, там, сходить в баню, в сауну, там, да, вы это ему должны объяснять. То есть, надо постоянно, значит, разговаривать с человеком и предупреждать о возможных последствиях. Это не значит, что будут какие-то отрицательные последствия, да, но мало ли что. Во-первых, вы так налаживаете контакт с человеком, чувствуешь, что вы о нем заботитесь, да, это, как бы, лояльность повышает к вам. С другой стороны, вот у меня был, как бы, напарник, да, он вообще работал в наушниках, я поражался, как он в наушниках работает. Причем не мозг слушал, а он делал книгу, понимаете. Он работает с человеком, и он мне объясняет, ну, типа, чтобы я его разговоры не отвлекал. Да как вы нафиг разговоры не должны понимать, что ты делаешь. А может, он там стонет, да, а может, он нажал не туда, а может, там хруст, ну, не там, да, а может, еще чего-то. То есть, должен быть постоянно контакт, и во время этого контакта человек понимает, что даже если что-то пошло не так, он к вам придет и сделает, и вы ему сделаете все правильно, да. Ну, грубо говоря, человеческий скелет я воспринимаю как конструктор, да. Ну, сдвинули в одну сторону, ничего страшного, так же в другую сторону сдвинули. Повернули сюда, ну, повернули в другую сторону, да. Ну, как бы, все это возможно сделать, да. Но если вы об этом не предупреждаете, человек, ну, там, что-то там, сдвинулась в шее, да, нарваться пошла в руку, да, рука там он немела, он к вам сейчас не придет, потому что потом вы ему навредили, понимаете. Поэтому, как бы, разговаривайте, что надо, ну, кстати, он даже вам ничего не скажет, он просто пойдет к другому специалисту, там его вылечат, а к вам он просто не придет. И лишь и слух пустит какой-нибудь. А люди бывают вредные, вот мы говорили в прошлый раз про этих, в интернете, там, как они называются, тролли, да, тролли. Они бывают, вот, их хлеба прикормить, дайте что-нибудь, какую-то такую язвенную вещь написать, там, вкрутить что-нибудь кому-то. Поэтому, вот желательно работать без лишних шумов, без лишних шумов. Легкая музыка играет, ничего страшного, ну, не громко, да. За окном машина проехала, но не страшно, ну, чтобы там не парад шел, да, на 1 мая. Вот что-то вот такое. Так, что еще? Желкофиксация без кузняков, не разговариваю, без шумов. Ну, естественно, я напишу без лишних запахов. Ну, это больше, как бы, относится к вашей чисто плотности, потому что разные люди бывают, и от места работы зависит, да, кто-то, например, принимает алкоголь. Из мастеров, я имею в виду, да. Это не значит, что он там навредит и плохо сделает. Это, ну, это неприятно. Вы прямо лицом к лицу можете находиться, да, и выдохнете, у человека сразу понизится к вам температура лояльности, да, до нуля. Если вы там вспотели, да, ну, у вас было до этого 20 человек, а он 21 пришел, ну, Господи, ну, конечно, вы плотно, да. Особенно, если это прицеположное полочеловек, да, у него сразу тоже понизится планка, да. То есть соблюдайте, ну, и шоу в помещении тоже не было там мусором ведра, запахом, да. Мол, либо делать, там, может быть, хиджаму, там тоже есть пакета пахнет там, или что-то еще, ну, соблюдайте просто чистоту, да, это как бы для лояльности. Аромамасла используют, пожалуйста, любые, да. Они, кстати, действуют за счет вдыхания, сразу на сознание, могут сразу расслаблять человека. Это, как бы, в помощь вам, да. Ну, эти, как они, для воздуха, не антипиэспиранты, называются, как дезодоранты. Дезодоранты для воздуха, они химические, лучше не использовать. Если не используете. Аромамасла стоит недорого, флакончики, там, маленькие, можно купить, да, и попрыскать, там, на ткань, на какие-то, там, цветочки, там, саши, такие подушечки есть, да. Вот, просто рекомендую, что нам такого можно использовать. Так, что еще там такое общего? Из общего, у нас, смотрите, еще. Всегда руки работают друг против друга. Вот, как мы трем, да, вот так. Так же мы и ломаем, получается, одна в одну, с другом другом, или крутим, одна в другом другом. То есть, руки всегда, вы сейчас в работе, там все поймете. Всегда действуют и в противофазе, но, как я так говорю. И отсюда вытекает следующий принцип. Про это всегда, одна рука получается у нас рычажная, она самая является рычагом, либо тело человека делает рычагом, какую-то ногу, да. А другая рука фиксирующая, да, она, как бы, фиксатор. И упор, одна рука, рычажная. А другая, толчковая, напишу, да. Ну, это не слово толчок, а только монетаз, да, а тот толчок, который толкает, мобилизирует, да, вот это вот все ударные, такие техники, да, все вторая рука делает. То есть, вот это вам надо соблюсти перед работой, да. И еще к фиксации относятся, да, это, то есть, без скольжения. То есть, если руки установили, то мы установили руки не на кожу, чтобы кожу там стереть, да, не на мышцы, чтобы мышцы потянулись, там, не только на ягодицу там ставят, да, а установили на кости, да. И кости, они не должны, ну, слушай, мы поворачиваем кости, значит, рука не должна соскользнуть, не должна соскачивать ни в коем случае. Поэтому человек должен быть сухой, непотный, да, и если там что-то мешает, да, то использует всегда тряпочку любую, полотенце, простынь. Ну, через, собственно, одежду можно, да, ну, если вообще ничего нет, то даже бумажная салфетка уже хорошо, да, салфетками пишут, да, хотя бы бумажная салфетка. Так, про показания и противопоказания, это мы потом поговорим отдельно, да, что еще общих принципов у нас может быть? Вот, понятно, да, без пользования. Ну, я бы сказал, там, не усердствуйте, не фанатеете, я тебе там сейчас все сделаю сразу, да, это, опять, не на сто процентов делаем, а хотя бы там за один сеанс на 70 процентов. Ну, это, опять же, с чем человек обратился. Есть такая, как бы мы понимаем, что если смещен атлант, ну, сейчас давайте вот один сеанс, да, ну, допустим, второй позвонок, да, второй позвонок смещен влево, да, значит, будет контрротация у шейного отдела, второй позвонок снизу, это будет шестой, он будет смещен вправо, да, и, как правило, может быть и ниже, второй позвонок снизу, это получается L5, L4, да, будет смещен тоже в противоположную, то есть контрротация в разные стороны, да, развернуты. По закону компенсации, организм начинает себя выравнивать, да, и вот он получается вот так вот делает. Поэтому за один сеанс человек обратился с шеей, да, но вы всегда проверяете, что всю надо зону сделать, не только второй поставить, а и до, даже, я бы сказал, до третьего, четвертого грудного ему проработать за один сеанс. А если вы вообще все смотрите, да, то проработать и до вот этого позвонка, да, до поясничьих позвонков, все за один сеанс. А если вы еще глубже работаете с человеком, то вы понимаете, что он провернулся не просто так, соответственно, тут у него короче мышцы, да, а тут длиннее, да, соответственно, таз еще развернулся. То есть надо ему и таз еще поставить, да, а еще говорят, что от атланта, от повернутого атланта влияет на стопы, то есть плоскостопие может быть от атланта, да, а может и наоборот, то есть от большого пальца ноги, да, ну, мы уже сегодня обсуждали, да, вот все эти мышцы вот так идут, они друг за другом вот так вот связываются, да, и они могут повлиять на атлант и даже на челюсть, даже от того, как человек стоит, как он ходит, да, стопами, влияет на положение челюсти и прикуса, представляете? Так что старайтесь, как бы, ну, либо предупреждать человеку, что сеанс не может быть такой, за пять минут тебе, конечно, поставлю, да, второй позвонок, да, но надо все-таки посмотреть всего человека, да, если человек ходил к ортодонту и ему исправили прикус, вот у меня здесь есть такие кремы, да, исправили прикус, сделали нормальный через нога, то у него стала болеть 34-й позвонок, мы им правили 30 позвонок потом, понимаете? Так что вот от зубов, настолько там все взаимоотношения в силе человека, что вот возвращаясь к первому нашему разговору, не обольщайтесь, да, может повлиять на совершенно неожиданные места. А, вот его же выделили, клиент у меня был, да, 6-й позвонок у него, да, а у него стопа вот так разворачивается, да, всего лишь, почему 6-й позвонок даже не ротировал, вот чуть повернул, вот так, чуть какую-то мышцу зацепил, и оно пошло по цепочке, есть такие анатомические поезда, книга, рекомендую, вот купите, посмотрите, да, там просто такие взаимосвязи диагональные есть у человека, что иногда, я сам в шоке иногда бываю, как это так работает, вот, мне, кстати, тоже делали, короче, у меня слабая была нога, бок не отводилась, да, и что сделали? с противоположной стороны размяли скулу, жестко, глубоко, за один сеанс, ну, там 15 минут буквально, раз, и нога зашевелилась, нога появилась, появилась сила в ноге, ну, это к кинезологии уже относится, немножко другая тема, ну, вот, в принципе, чтобы вы понимали, что организм очень сложный, да, хоть я и говорю, что он конструктор, да, но все-таки это сложный конструктор, и сейчас мы все это начнем на практике проходить, а если вы не с нами, если вы не здесь, то зря вы это делаете, да, мы вас ждем, пока вы не поставите нам лайк, мы не продолжим, не будем писать дальше наши видеоролики, а, кстати, лайки меня стимулируют писать все новое и новое полезное видео, да, так что не понравилось, кстати, ставьте дизлайк, мне все равно я хотя бы буду понимать, как я правильно, неправильно, да, подкорректирую свою работу, да, подкорректирую свою деятельность, Но главная моя цель это просвещать, давать вам знания и давать много полезной информации. Так что будьте с нами, не теряйтесь. Это был Олег Аларгудвин.